Привет, это Рафт и моё кабанчиковое выживание на плоту. Мы продолжаем плыть в неизведанность, ну ладно, не в не в не в неизведанность, мы плывём по определённым координатам, сейчас я тебе всё покажу. Ой, ножницы надо убрать только, а то я почеку сейчас свою электронику. Значит, нам ровно километр остался, ну ладно, километр и сто метров до того места, где, возможно, обитают люди. Ну а так как кабанчику совсем одиноко на плоту, он занялся дизайнерским ремонтом. Собственно, я тут уже кое-что понаделал, у меня есть гениальный план, например, я здесь вот хочу сделать кухню, не просто так построить здесь вот этот котелок, да, вот эту кастрюлю, кстати, она здесь отлично вписывается, я её сделаю, наверное, вот так вот, вот так вот, но я хочу здесь поставить ещё крышу такую, знаешь, сделать трубу и типа, ну прям, уличная кухня у меня здесь будет, будет всё по крозите, всё классно. Но сейчас у меня появилась возможность варить супы. Пойдём посмотрим, какие у меня есть рецепты. У меня их на самом деле тут, ну да, вот цыплёнок с кокосовым соком, потом какие-то суши есть, омлет с грибами, потом ужин из акулы, места больше нет, пойдём это всё вешать. Вот так вот, как у настоящего шеф-повара, знаешь, заказы, но только вместо заказов рецепты. Самое простое блюдо, которое мы сейчас можем сготовить, это омлет с грибами. Грибы есть, яйцо у меня, вот оно, в принципе... О, кстати, яйцо могу прям со скорлупой, по всей видимости, здесь есть. Давай-ка попробуем это сделать. Я же всё равно кабан, мне какая разница, сырое или готовое. Но вот омлет с грибами я всё-таки сготовлю. Ух ты, там плод я проплыл. А у меня, кстати, двигатель не работает, надо бы костричь замутить. Деревяшечки, деревяшечки нужны. Дощечечки. А то она сейчас как назад откинет. О, чудно. О, прямо по курсу остров. Чума. И, ну, как бы нам нужно это всё дело оплыть. Хорошо, что я увидел. Картофанчик, ты у меня уже по росту. Да, есть две картошечки. И арбузики уже поспели. И теперь мы можем приготовить блюдо. Омлет с грибами. Кладём картофель сюда. Яичечко и грибочек нам нужен. Яичечко и грибочек. Точнее, я положил яйцо, но нам в любом случае нужно два яйца и грибочек. Вот. Всё готово. Как мне теперь это всё сварить? Крышку надо закрыть и варить. Ну вот же. Всё у нас есть. Чё ещё сюда нужно? Налить жидкость. Ну давай нальём. В суп надо было жидкость налить, что ли? О-о-о, медузы. Смотри, медузы прикольно. Прикольно медузы. Ох, ёлки. Погоди-ка, мы, кажется, приплыли к ночи уже куда-то. Офигеть. Не, ну ты видел медуз? Я никогда ранее медуз тут не видел. Надо было остановиться, да посмотреть на них поближе и узнать, жалят они или нет. Но ничего страшного, как-нибудь ещё проверим. Ничего себе, остров какой здоровый. А чё он такой высоченный? Так, где там бинокль? Посмотрим, что там. Это что, НЛО, что ли? Причём, смотри, как сияет. Может, и вправду НЛО. Они следят за мной. Но я ничего не вижу. Вроде бы коршуна там не летают никакие. Поэтому, может быть, безопасно. Единственное, непонятно, как на этот остров залезть. Поскольку, смотри, как вымощен камнями. Но это реально скала. Придётся вокруг оплыть. Давай-ка направо поплывём. Посмотрим, может, там где-нибудь пристани есть всё-таки. Значит, пока мы оплываем, у меня есть время всё-таки разобраться с моей новой кухней. Тут может быть огонь куда-то. Как бы в любом случае тут нужно дерево, да, чтобы всё это варилось. Поэтому сейчас закинем сюда доски. Вот. Вот. Теперь начать готовить. Ну, наконец-то. Мой... Чё я там готовлю? Омлет с грибами скоро будет готов. Эй, гора, ты когда-нибудь закончишься? Как мне на тебя взобраться-то? Ну, а пока мы оплываем нашу гору... У меня здесь уже заготовился омлет. А-а-а. Чёрт подери. Глиняная миска нужна. Так, секундочку. Глина. Угу. Глины у меня нету. Но уверен, что на этом острове она где-то есть. А я уже хочу жрать. Блин. Ладно, я тут рыбу где-то пойму. Вот она. А, уже готовенькая. Сожжём сейчас и закину картофан. Жарится. Слушай, кажется, вон там вот можно причалить. Ага. Точно. Я думаю, что здесь мы завернём. Отличное местечко. Там ещё и сетка. Уверен, что там написано «Опасно. Не подходи к сетке. Она под напряжением». Чё-нибудь типа такого. Лево руля. Почти доплыли. Но вот надо смотреть вот эти штуки. Проходим мы там или не проходим? Вроде проходим. Вроде всё чётко. Всё. Тут уже не прошли. Там как. И тут тоже мы сейчас встанем, да? Смотри-ка, смотри. О! Чётко. Всё. Стоп. 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 А то мы сейчас корабли крушения тут устроим. Ой, нет. Не задний ход. Стой. Всё перепутал. Все кнопки. Сбрасываем якорь. Это будет потное восхождение. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно найти глину. Хочу глину. Ух ты. Вау, прикольно. Контейнеры под водой. Но они, к сожалению, пустые. Тут у них ничего интересного. Песок, песок. А глинта где? Вот она. Вот она моя глинистая золотце. Одна штука. Как раз смотри, их тут сколько навалилось-то. Долбанная акула, она мне сейчас может сожрать, кстати. Кстати, это очень плохо. Надо вот сюда. А я сюда не заплыву. А я сюда не заплыву. А я туда не заплыву. Акула, где ты? Где ты? Смотрим её по сторонам. Успею, не успею. Как думаешь? Жопу мне откусит? Нет? Опа. Ну и глиняная мисочка у меня готова. Я ещё тут нашёл посылочку, пока я дерево собирал. Надо открыть её, глянуть, что там у нас. Распаковываем. И мы получили стопка книг, которых у меня и так навалом. Мисочку в руку. И пошли в столовку за едой. И я взял... Подожди, где этот омлет? Вот он этот омлет. Крутяк. Свежачок. Прямо мне в ноздри задувает. М-м-м-бай-ди. Значит так. Прежде чем мы ещё сойдём на остров, я хочу доделать свою кухню. Поэтому мне нужна огромная куча. Просто куча-кучмечная. Древесины. С меня, кажется, выводилось что-то. Ага. Место забитое. Это хорошо, в принципе. Откроем посылочку. В ней оказался подсвечник. Надо же. С ним удобно будет ночью в туалет ходить. Хотя... У меня же здесь нет туалета. Всё в море уходит. Итак, приступим к нашей уличной кухне. Она у меня будет в таком вот стиле. Вот прям вот... Может быть здесь тоже окно сделать, слушай? Типа вот так вот. Да, так намного приятнее. Поэтому у нас тут будут окна. На этом мы сносим. И теперь нам здесь нужно сделать крышу. Ну, она простецкая будет у нас вообще. Элементарно простецкая. Ну, вот и всё. Вот такая вот у меня кухонька. С шикарной крышей. Хотя я тут подумал, что я бы ещё, наверное, сделал вот так. Какая она стрёмная и большая балка. И вот так. Во! Вот теперь точно всё. Огонь! Теперь здесь нужно грамотную расстановочку сделать. Значит, вот это вот мы убираем. И ставим здесь. Это тоже убираем. И ставим. Вот так. Оно тут прям вписывается. Во! Теперь переходим к нашей мебелировке. Берём стол. И он у нас будет... А чё стол-то такой маленький? Блин, на самом деле, если б я знал, что он такой маленький, он больше на табуретку какую-то, на лавочку, мини-лавочку похож. Ладно, постой здесь пока. Календарик. Конечно же, нужно куда-то разместить календарик. Но чтобы разместить календарик и прочую всякую лабуду на стенках, нам понадобится вот такая стенка. Поэтому... Ой, блин. Блин! Придётся эту стенку развернуть. Ну, или сделать её вот такой. Да, вот так на неё календарик вешается нормально. Чего? 47 дней прожито на плоту! Ого! С другой стороны тоже делаем такую же стеночку. Сюда вот у нас отправляется табуреточка. Надо же за столом на чём-то сидеть, правильно? Вот. Тут у нас будет доска трофейная. Мы на неё повесим что-нибудь. Здесь у нас две вот таких маленьких трофейных будут висеть. Должно место хоть... Ох, нифига себе! Вот эта большая! Так, надо местами поменять. Эту мы уберём. Сюда вот эту здоровяшечку. Во! А здесь тогда вот что сделаем. Вот так. И вот так. Нормально! Чё сюда повесим? Ну, наверное, голову акулы. Ммм... Ей за таким столом будет не очень круто. Ну ладно, пусть будет так. Тут у нас будет голова иглобрюха. Вот такая вот стрёмная, страшненькая. Я буду подходить к ней и смотреть в глаза. С ней можно играть в игру, кто кого переглядит. Так, а если мы сюда поставим голову трескуна? Во! В принципе... Не-не-не, акула гораздо круче смотрится, да? Поэтому вот так. Я, короче, подумал, что голова акулы должна висеть здесь. Вот так. Но здесь всё-таки голова трескуна. Во! Всё пучком. Но вот это вот можно выкинуть. Оно нам больше никогда не понадобится. Ну и, конечно же, розы. Всё, ради чего намечался столик. Вот так. Ля пота. Пойдём слазим наверх. Там надо лужайку полить, а то, мало ли... Нет, трава у них есть, всё у них тут есть. Всё хорошо. Отдыхайте, ребята. Но у нас пришло время, чтобы отправиться на остров. Ну что ж, несмотря на то, что я голодный, я взял с собой одну картошку. Потом у меня есть омлет с грибами, ну и водички немножечко. Время вылазки! Наконец-то! Огромный остров, который можно исследовать. Целых три серии, наверное. Но это не точно. Вот эту тачку я бы забрал. Но, в принципе, ещё ничего такая. Пригодилось бы. Знаешь, сюда куча глины, куча песка, грязи навалить. И к себе туда, вон. О, как это издалека-то смотрится классно. Это чё, мой порт, что ли? Ладно. Короче, про тачку. Она бы пригодилась таскать древесину и прочее всякое барахло с этих островов. Но, увы, взять я её не могу. А, кстати, может разработчикам закинуть идею, что сделайте тележку, чтобы всё это таскать. И кого ж мы тут встретим сейчас? О, медведи есть, кажется. Смотри, предупреждение о медведях. Я уже пить хочу, ёлки. Как быстро я сдыхаю. Давай. Вот так, нормально. И картофан ещё сожри. Омлет под конец. Опасность. Медведи. Ну, хорошо. Ух ты. Что это? Палатка, что ли? Требуется пять диких ягод. Пять диких ягод? Это, видимо, какая-то кормушка, что ли? Будем искать пять диких ягод. Окей. Пойду. Оу, я пошёл отсюда. Нафиг, нафиг мне это надо. Я жить хочу. А, кстати, он не так уж и это. Слушай, так его, наверное, отвлечь нужно. Вот сюда поэтому ягоды нужно засыпать. Вот это ягоды? Нет, это не ягоды. Короче, чтобы туда пройти, мне нужно его как-то... Хотя... Хотя, чё я тут парюсь? Я вот пройду сюда. И всё. И он даже... А, там пещеру он охраняет. Что-то в пещере очень ценное. Поэтому мне нужны ягоды. Если я не хочу убивать медведя. Чё здесь ещё... О, указатели, смотри. Указатель. Давай почитаем. Лама пробежала. Прикольно. Дальняя станция. Реалии стейшн 2. Реалии стейшн 4. Всё. Одно это... Короче, а где первое? А, ну вот первое. Пойдём, значит, на первую станцию. Нам туда. Мы, оказывается, ещё и в правильном направлении идём. Чёрт. Тут тоже медведь. Не круто. О, там, кажется, палатка есть. Но он, кстати, небольшой. Он небольшой. Он не такой большой, как мне кажется. Так, спокуха. Спокуха. Сейчас будем драться. Там-то здоровый медведь. Этот поменьше. Этот поменьше. Сейчас я тебя забодаю. Своими бивнями. Я же копаю. Так, у меня есть лук. Получай. Получай. Стрелл потом. Надо только у него забрать. Готов, прикинь. Я его угрохнул. И достижение получил. Сколько мяса с него. Слушай. Ой, кожа. Кожа. Самое главное, кожа. Наконец-то у меня достаточно кожи, чтобы сделать рюкзак. Круто. Что тут написано? Вещи Генри. Не трогать. А что там? Что там? Из вещей-то у него какое-то барахло валяется. Ясно, здесь жил какой-то Генри. Пойдем. Станция один туда. А у нас уже тут закатик. А я уже капец как высоко. И смотри, что тут у нас наверху. Здесь явно кто-то строил блокады. Так. Надо омлетик сожрать. Надо омлетик. О, сколько он всего. Ёлки-палки. Едкая жижа какая-то. Если я в нее упаду, я уже проверил на самом деле это, то у меня отнимется здоровье. Поэтому надо прыгать вот по коробочкам. О, нет, коробки тоже не очень там мне и помогают. Черт подери. Давай, не падай, не соскальзывай. Чувак. Мы тут можем откинуться реально. Фух. Фух, ничего себе. Вот это да. А кто эту ловушку тут построил? Теперь нам по всей видимости наверх. О, пойдем почитаем, что это такое у нас тут. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это кто? Это человек, что ли, или что? А, нет, это пугало. Лампочка. Требуется одна лампочка. Можно зайти. Ладно, будем иметь в виду. Что написано? Если ты тут жил, то твоего дома больше здесь нет. Нормально. Кстати, фонарик надо было взять. Пластиковагон. О, чертеж. Очиститель биотоплива. Пригодится. Будем делать биотопливо. Здесь что-то, смотри, какие-то... Что это у нас, пила или что? Что-то тут вот прис... Вот что-то тут можно было. Погоди. Молот Бруно. Требуется сюда положить. Есть здесь записочка. Возьмем. Небольшая спальня. 1800 ватт. Прикольно. Это что, генератор какой-то был? Афиг его знает. Что это такое? Ну, короче, здесь темень поте... Ух ты, там вон что-то. Так, так, так. Есть, взял. Там картошка. Цыпленок с кокосом. Ништяк. И жрачка подобрал. Это хорошо. Вроде бы там больше ничего нету. Ладно, пойдем отсюда. Нужно найти лампочку и молот какой-то. Двери закроем за собой. Типа нас тут не было. И теперь поднимаемся наверх. Вот на эту вышку. Глянем, что там. Нифига себе, как вон то болото светится. Едкое. Ух. Оно, наверное, воняет. Тоже жутко. Значит, мы взобрались на эту станцию. Радиостанцию здесь вроде бы пока никого нет. Нас никто здесь не встречает. Что у нас тут? О! Активных релейных станций. Одна из трех. А, так мы сейчас станцию будем запускать. Все три штуки. Одну запустили. Ладно. Это хорошо, наверное. Еще одна записка. Надо будет их почитать. О чем речь вообще здесь идет? Здесь кто-то спал. Два спальных места. Видимо, инженеры, которые обслуживали эту станцию. Ну, вроде бы я здесь все обыскал. Тайников тут тоже нету. Пойдем посмотрим, что на волке. А выше-то еще можно взобраться, нет? Антенны-то какие? Антенны-то, глянь, здоровенные, мощные. Генератор. Тут едкая какая-то фигня. О, можно еще выше залезть, смотри. Вот. Вот. И что? И зачем я сюда залазю? Непонятно. Нафиг мне здесь быть. А вот, смотри, я какой-то ящик нашел. Соклианы, шарниры. Ну, нормально, нормально. Ну, что? Выходит, нам теперь... Вон, смотри, там еще станция. И нам нужно к ней. Давай посмотрим журнал. Что там у нас по запискам? Значит, вот расписание у нас какое-то есть. 6 июня по 6 сентября здесь находились вот эти вот люди. 7 по 6 вот эти и так далее. Ясно? Что у нас тут написано? Три месяца назад нас с Астрид, моей сестрой, назначили на базу рейнджеров на Бальбоа. Мы следили за популяцией медведей и исправностью радиовышек. Следующая смена должна была начаться несколько недель назад, но никто не объявился. Когда Астрид исчезла, Генри предложил мне ввести записи, чтобы скрасить одиночество. Бруно. Значит, у нас здесь пропала девушка одна. Возможно, мы найдем ее останки, но это не точно. Ладно. Все остальное ты узнаешь в следующем видео. Поэтому, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить его. А мы с тобой услышимся и увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok